Всем привет! Продолжаем разговор про механизм травмы. В одном из прошлых роликов я уже рассказывал про механизм травмы при ДТП с автомобилями. Сегодня речь пойдет про мотоциклы, тем более, что начинается мотосезон. Итак, механизм мототравмы на ProSMP. Поехали! Начну с отличий машины и мотоцикла. Первое. У машины есть металлический кузов и каркас, а мотоциклиста защищает только мотоэкипировка. Надо понимать, что мотоциклетная защита неплохо помогает при скольжении по асфальту, однако от прямых ударов защищает слабо. Шлем защищает от ударов головой и то не всех, однако он совсем не защищает шею и остальной позвоночник. Мотоботинки не могут предохранить от винтовых переломов нижних конечностей. Короче, мотоэкипировка не панацея и не стопроцентная защита от травм, хотя в ряде ситуаций спасает. Второе отличие. Отсутствие ремня безопасности. Ремень поможет автомобилисту не вывалиться из машины и избежать дополнительных ударов о детали автомобиля во время столкновения. Мотоциклист вообще не пристегнут, и при столкновении нередко покидает мотоцикл, улетая в позе супермена. Или не очень супермена. Помимо этого, можно вспомнить про нарушение скоростного режима, подростков без защиты и так далее. Мотоциклист при ДТП оказывается в такой же ситуации, что и человек, выпавший из автомобиля, поэтому тяжелые травмы встречаются очень часто. Кинетическая энергия поглощается телом самого мотоциклиста, и повреждение зависит от того, какая именно часть тела поглотила энергию. Супоминаем прошлое видео и ДТП с автомобилями. Столкновение машины происходит как три отдельных события. Столкновение транспортного средства с препятствием, столкновение тела потерпевшего с деталями транспортного средства, и столкновение внутренних органов, приводящие к их разрыву, деформации или ушибу. С мотоциклом ситуация в чем-то похожа, а в чем-то отличается. Похоже тем, что мотоцикл тоже сталкивается с препятствием и деформируется. Но это не приводит к гашению энергии удара тела. Учитывая то, что мотоциклист нередко покидает мотоцикл, он может удариться не только о детали самого мотоцикла, но и о другие объекты, как, например, дорожное покрытие, неподвижные препятствия или другие автомобили. Кроме того, в мотоцикле нет ремня и подушек безопасности, зато есть мотоциклетная защита. Иногда. Еще одна относительная похожесть, мотоциклист нередко ударяется от детали мотоцикла, как водитель ударяется от детали автомобиля. Короче, дальше, для простоты, будем придерживаться той же концепции трех столкновений с оглядкой на некоторые особенности. Есть несколько возможных сценариев, по которым происходит столкновение. Начнем со столкновения мотоциклиста с препятствием, например, с отбойником или автомобилем. В такой ситуации мотоцикл резко остановится во время столкновения с препятствием, а мотоциклист продолжит движение, пока не столкнется с деталями мотоцикла, ну или опять же с другими объектами. На что смотреть и что искать? Первое. Столкновение транспортного средства. Ищите повреждения в передней части мотоцикла. Это может быть сломанное переднее крыло, переднее колесо, перья передней вилки, фара и передний обтекатель. Второе. Столкновение тела мотоциклиста с деталями мотоцикла. Чаще всего мотоциклист ударяется головой, животом, тазом и ногами. Если деформирован руль, ищите повреждения в области живота, таза и бедер. При лобовых столкновениях мотоциклист часто смещается вперед и немного вверх относительно мотоцикла, а кроме того, наклоняется вперед. Поэтому руль можно удариться как животом, так и бедром. Второе опасное место деформация топливного бака. Топливный бак при обычной езде на мотоцикле находится между ногами водителя. Высота подъема бака относительно водителя зависит от типа мотоцикла. У дорожных мотоциклов бак может быть достаточно пологим, в то время как у спортивных мотоциклов бак круто поднимается вверх в области лона мотоциклиста. Баки преимущественно сделаны из железа. Если вы видите замятие бака по центру, в задней его части. Внимательно осматривайте водителя на предмет перелома таза. Область двигателя у разных мотоциклов тоже выглядит по-разному. Некоторые модели закрыты пластиком с углублением для ног и придание аэродинамической формы. Ищите повреждения пластика в проекции ног. Помимо прочего, когда мотоциклист готовится к неизбежному столкновению, он часто крепко хватается за руль, одновременно сжимая локти, чтобы подготовиться к удару. Это приводит к тому, что энергия направляется в сторону первых пясных костей, что в 50 процентах лобовых столкновений приводит к травме запясно-пясного сустава большого пальца и в 20 процентах случаев повреждению локтевой коллатеральной связки большого пальца. Еще с руками связана такая интересная особенность. При падении мы инстинктивно выставляем руки вперед. Мотоциклисты не исключение. Однако энергия падения при мото-ДТП значительно выше. Поэтому выставленные вперед руки при ударе закономерно ломаются. Однако этот перелом гасит часть генетической энергии. Руки в данном случае работают как зоны деформации автомобиля и, ломаясь, смягчают потенциально более тяжелую травму. Чаще всего при таком механизме возникает перелом обеих костей предплечья в нижней трети. Ну и третье, столкновение внутренних органов. Во-первых, предполагайте, что у всех мотоциклистов, пострадавших в ДТП, есть черепно-мозговая травма, даже если на нем был шлем. Повреждения по типу удар-противоудар никто не отменял. Во-вторых, если предполагаете перелом таза, то есть видите деформацию бака или есть соответствующая симптоматика, предположите разрыв мочевого пузыря. Это достаточно типичная травма при мото-ДТП, так что, если вы мотоциклист, не стоит садиться за руль, предварительно не помочившись. Внимательно пальпируйте живот или выполните ЕФАСТ протокол, если у вас есть аппарат УЗИ. Одним из вариантов диагностики разрыва мочевого пузыря является постановка уритрального катетера. Моча без примесей крови. Мочевой пузырь не поврежден. Есть примесь крови или вообще чистая кровь. Не исключен разрыв мочевого пузыря или повреждение выше. Не забываем и про верхние конечности. Осматриваем, пальпируем, при необходимости шинируем. Еще один тип падений, это падение на бок. Подобное происходит либо в повороте, когда колесо теряет нормальное сцепление с дорогой. Либо при экстренном торможении и попытке мотоциклиста уйти от прямого столкновения. Одна из типичных проблем при подобных падениях, ноги мотоциклиста находятся по бокам мотоцикла. Мотоцикл весит в среднем 200-250 килограмм. При падении на бок весь этот вес ложится на стопу, голеностопный сустав и голень. Чаще всего повреждается большеберцовая кость, что-то около 20-30 процентов случаев. Потом лодыжки и на последнем месте стопа. Тут стоит заметить, что наличие или отсутствие повреждения зависит не только от веса мотоцикла, но и от защиты, надетой на мотоциклиста. Если он ехал в обычных ботинках и штанах, то повреждения могут быть достаточно тяжелыми. Некоторые модели мотоциклетных ботинок предоставляют достаточно хорошую защиту и запросто выдерживают вес мотоцикла без значимой деформации. Если мотоциклист пытался стабилизировать себя, оперевшись на ногу, то стопа на большой скорости ударяется об асфальт. Это может привести к переразгибанию стопы и вращению ее наружу, а соответственно к винтовому перелому голени. Итак, ищем повреждения транспортного средства. Царапины, сколы на одной стороне мотоцикла, нередко следы масла и царапины на асфальте под траекторией скольжения. Столкновение тела, следы трения на одежде и на коже придавленной ноги. Помимо этого мотоциклист скорее всего ударился о дорожное покрытие под вздошной костью, рукой и плечевым суставом, головой. Причем при подобных падениях мотоциклист часто выставляет руку в сторону асфальта, а это как вы помните приводит к перелому костей предплечья в нижней трети. Типичные повреждения на одной стороне тела мотоциклиста. Последнее это столкновение внутренних органов. Начинаем с черепно-мозговой травмы, которую предполагаем у всех мотоциклистов после ДТП. Шею стабилизируем. Потом обращаем внимание на органы груди и живота. При переломе таза возможны внутренние кровотечения, так что не забывайте про тазовый пояс. Но чаще всего боковые скольжения заканчиваются именно повреждением нижней конечности, если мотоциклист во время скольжения не встретил какое-то препятствие. Следующий класс столкновений это различные варианты ДТП, когда мотоциклиста скидывает с мотоцикла. Условно сюда относятся столкновения мотоцикла с широким высоким препятствием, например, удар в автобус или грузовик сзади. При такой травме, помимо уже описанных механизмов, мотоциклист как бы опережает остановившийся мотоцикл и происходит удар головой и верхним плечевым поясом о препятствии, что может привести к серьезным черепно-мозговым травмам, переразгибанию в шейном отделе позвоночника и переломам верхнего плечевого пояса и груди. Следуя концепции трех столкновений, ищем. Первое. Столкновение мотоцикла. Ищите повреждения в передней части мотоцикла. Второе. Столкновение водителя и препятствия. Повреждения шлема, например, разбитый визор, сколы и трещины на шлеме. Иногда виден отпечаток мотоциклиста на грязной задней части автомобиля. Третье. Столкновение внутренних органов. Повреждения черепа, черепно-мозговые травмы, травмы шеи от переразгибания, травмы плечевого пояса. Нередко в таких ситуациях происходит перелом ключицы, иногда и акромиального отростка лопатки. Возможна травма органов грудной клетки. Если есть УЗИ, Ефаст в помощь. Следующий тип столкновения с покиданием мотоцикла это столкновение со столбом, с дорожным знаком или деревом. Помимо описанных выше травм от лобового столкновения, обратите внимание на следующие аспекты. Первое. Столкновение транспортного средства. Ищите соответствующие повреждения, описанные ранее. Столкновение тела. Помимо прочего, осмотрите столб на предмет вмятин, следов крови или следов от одежды мотоциклиста. Понятно, что бетонный столб останется неповрежденным, но на нем может быть лоскут одежды или следы крови. Если они в передней части столба, значит мотоциклист, вероятно, получил сильный удар при столкновении. Если следы сбоку и линейные, травмы могут быть менее выражены, так как, вероятнее всего, он задел столб вскользь. Тонкий металлический столб, с дорожным знаком, например, может быть погнут от прямого удара. У мотоциклиста нередко выявляются повреждения верхних конечностей и плечевого пояса. Помимо этого, могут выявляться травмы груди. Столкновение внутренних органов. Ищите все перечисленные признаки, описанные ранее. Помимо этого, обратите внимание на возможную травму груди. Тут, как вы уже знаете, все зависит от скорости столкновения. Травмы груди могут быть представлены как ушибами, так и травматическими повреждениями легких, сердца и крупных сосудов. Из-за того, что мотоциклист не пристегнут к мотоциклу после первого столкновения, его нередко сбрасывает с мотоцикла, он получает еще один удар при приземлении на проезжую часть, а после этого может удариться о другое транспортное средство. Важные признаки, косвенно свидетельствующие о тяжести возможных травм, это деформация мотоцикла, расстояние, который мотоцикл и исследовавший мотоциклист двигались юзом, и деформации неподвижных объектов или машин. Стоит сказать пару слов и про пассажиров мотоцикла. Во-первых, на них зачастую надето меньше элементов защитной экипировки, чем на водители. Нередко пассажир ограничивается только надеванием шлема. Травмы пассажира заднего сидения часто связаны с двумя событиями. Удар от тела водителя и катапультирование вперед. При ударе от тела водителя часто повреждается промежность, иногда тазовые кости. Катапультирование приводит к последующему падению на асфальт. Типичные черепно-мозговые травмы от удара головой при падении. Также повреждения верхних конечностей из-за защитной реакции и выставленных вперед рук. При падениях со скольжением травмы пассажира обычно выражены меньше, так как основной вес мотоцикла приходится на ногу водителя. Некоторые мотоциклы оборудованы коляской. Травмы пассажира коляски обычно обусловлены ударом о конструкцию самой коляски и об острый край отверстия. Типичные черепно-мозговые травмы, травмы шеи от чрезмерного сгибания и переразгибания, травмы груди от удара о край корпуса коляски. Высокие пассажиры могут получить травму органов живота при ударе о край коляске. Теперь немного общих моментов. Хорошая мотоциклетная экипировка стоит дорого. По личной практике скажу, что дешевая китайская мотозащита сильно проигрывает по защитным свойствам. Но, как мы с вами понимаем, у среднестатистического подростка нет 100 тысяч рублей на хороший экип. В лучшем случае на нем будет какая-то поделка из подвала дядюшки Ляо. Если в ДТП с мотоциклом пострадал подросток, то, скорее всего, повреждения у него будут более серьезными. Второй неочевидный момент. Некоторые элементы мотоциклетной защиты могут выступать в качестве неплохих средств иммобилизации конечностей. Например, шарнирные наколенники, дополненные шиной Крамера, будут иммобилизировать ногу лучше, чем просто шина Крамера. Высокие кроссовые мотоботинки, отлично держат стопу и големостопный сустав, но плохо иммобилизируют голень. Не забывайте про то, что шлем с мотоциклиста надо снимать всегда. Видео про то, как это правильно сделать, уже есть на канале, ссылку добавлю в описании. Ну что ж, с мотоциклами вроде бы закончили. Кто хочет почитать статьи по теме или поддержать нас материально, может смело переходить на сайт Boosty. Там мы не только выкладываем дополнительные материалы, но еще публикуем аудиоверсии наших роликов, всякие таблички, шпаргалки и вообще. Переходите, подписывайтесь. А на сегодня это все. Хорошего вам дня и до новых встреч.